На телеканале Юганск новости. Здравствуйте в студии Нановикова и коротко о главном к этому часу. Европейской недели иммунизации. На передовой борьбы с эпидемией. 28 апреля день работника скорой медицинской помощи. Заасфальтируют внутриквартальные проезды, поставят скамейки и сделают тротуары. В рамках программы «Комфортная среда» в Теуганску выделят несколько десятков миллионов рублей. Управляющие компании подали заявки на благоустройство по 13 адресам. При этом от жильцов не требуется софинансирование, только общедворовое согласие. Жители 8, 9 и 11 домов в 15 микрорайоне давно жалуются на внутриквартальные проезды. По программе «Комфортная среда» асфальтирование можно сделать уже этим летом. Наказов избирателей и жителей 15 микрорайона были обращения по поводу асфальтирования проездов, где лежат дорожные плиты. На сегодняшний день есть идеальная возможность заасфальтировать территорию за счет региональных средств, за счет бюджетных, не привлекая при этом денежных средств собственников. Единственное, что требуется от жильцов – решение общего собрания. Сроки поджимают, собрать подписи нужно до 10 мая. Представитель управляющей компании ходит по квартирам, можно отнести согласие в офис или оформить все, не выходя из квартиры. Информацию мы разместили в официальных чатах по каждому дому. Разместили там план к решению, где житель спокойно может скачать, распечатать, заполнить спокойно и сообщить в этой же группе, что бюллетень заполнен, можете забрать. Асфальтирование проездов, новые тротуары, замена скамеек и урн. На данной перечне работ заявились 12 управляющих компаний по всему городу. Замечательная возможность нам в этом году предоставлена на обустройство домов. По-моему, граждане, как никто, должны быть заинтересованы принять эти решения в помощь управляющей организации для того, чтобы они быстро оформили документы, для того, чтобы мы реализовали данную программу. Согласие жильцов необходимо оформить оперативно. Работы нужно провести этим летом. Из окружного и городского бюджетов планируется привлечь более 44 миллионов рублей. Наталья Платонова, Рамель Аскаров, телерадио компания «Юганск». С 24 по 30 мая пройдет предварительное голосование за кандидатов от «Единой России». 14 мая завершится регистрация избирателей. Сколько уже подано заявлений и где можно узнать информацию о выдвиженцах – далее в сюжете. 19 сентября 2021 года нам предстоит выбрать кандидатов в депутаты в городскую, окружную, областную и государственную думы. Регистрация избирателей и кандидатов для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» проходит на специальном сайте. Адрес вы видите на экране. До единого голосования пройдет предварительное. Предварительное голосование покажет, кому из участников, граждане, жители города «Нефтьюганска» оказывают большее доверие. После того, как пройдет предварительное голосование и будут определены победители, данные победители уже представят партию «Единая Россия» на выборах осенью 2021 года. Кандидатом может стать любой желающий совершеннолетний гражданин. Единственное ограничение – принадлежность к другим партиям. На сегодняшний день подано 84 заявления. Ознакомиться с биографией выдвиженцев может любой, выбрав необходимый регион на сайте. Более половины данного количества беспартийные граждане. И приятно удивляет, что много молодых, активных жителей «Нефтьюганска» зарегистрировались. То есть есть участники, которыми 25 и 26 лет, есть постарше молодежь. Предварительно проголосовать можно будет с 24 по 30 мая электронно. Либо же посетить свой избирательный участок с 8 утра до 8 вечера. Примечательно, что проголосовать можно будет и за одного кандидата, и за двоих, и даже за всех представленных в списке. Те, кто сделал свой выбор на сайте, на избирательном участке уже голосовать не может. Алина Ширина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Сотрудники скорой медицинской помощи сегодня отмечают свой профессиональный день. 28 апреля 1898 года в Москве начали работать первые организованные станции «Неотложки», где в том числе использовались кареты для перевозки пациентов. С прошлой весны праздник стал в нашей стране официальным. Нефтьюганская «Неотложка» – ровесница города. Раньше она была структурным подразделением местной больницы, а с 2003 года стала самостоятельным учреждением. Сейчас здесь трудится 137 человек. Весь последний год работники нашей скорой помощи были на передовой борьбы с коронавирусом. За время пандемии они совершили 36 тысяч выездов. Работали без отдыха и отпусков, спасая жизнь и здоровье горожан. За самоотверженный труд многие сотрудники «Неотложки» получили медали и почетные грамоты от Министерства здравоохранения России, Думы округа и области, главы города, Департамента здравоохранения Югры. Телерадиокомпания «Юганск» также выражает слова благодарности и присоединяется к поздравлениям героев сегодняшнего праздника. Доходы увеличены, расходы тоже. Участники комиссии по бюджету утвердили новые цифры. Таким образом, доходная часть бюджета «Нефтьюганска» на этот год составляет 10 миллиардов 476 миллионов рублей, расходная – 12 миллиардов. Насколько эффективным было исполнение муниципальных программ в первом квартале, обсудили на комиссии. Доходная база повысилась на 5 миллионов 600 тысяч, расходная на 277 миллионов. Дополнительные траты связаны в том числе с наказами избирателей, депутатов Окружной думы. Так, 3 миллиона выделено для ремонта двух спортивных учреждений – школы единоборств и «Спартака». 400 тысяч пойдет на выплаты к почетным грамотам, сотрудникам скорой помощи и нефтьюганской больницы. Депутаты подняли вопрос о выделении денег для решения жилищного вопроса детям-сиротам и ветеранам боевых действий. В первом квартале на реализацию муниципальных программ потрачен 1 миллиард 432 миллиона. Это около 82% от плана. Неполное освоение, как правило, связано с антиковидными ограничениями. Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтьюганске – следующая программа. Освоение первого квартала – 73,5%. В связи с тем, что у нас еще не снят режим повышенной готовности. Самый низкий процент освоения у программы господдержки растениеводства и животноводства. Это связано с тем, что прежние условия помощи фермерам по инициативе округа утратили силу. А разработанный муниципалитетом новый порядок должен пройти несколько этапов проверки, включая антимонопольный комплайенс. Тем не менее, уже подготовлено постановление городской администрации на выделение 10 миллионов в качестве субсидий крестьянским хозяйствам. Подготовка к лету, ремонт автомобильных дорог и переселение болочников – эти и другие вопросы обсуждали сегодня на заседании городской думы. Парламентарии подвели предварительные итоги совместной работы с администрацией и обозначили планы по дальнейшему развитию Нефтьюганска. Подробности у Елены Волковой. Плановое заседание началось на патриотичной ноте. Так волонтеры Победы предложили депутатам присоединиться к федеральной акции «Георгиевская лента», которая стартовала по всей стране в преддверии 9 мая. Георгиевская ленточка – это знак памяти и личное признание с ветераном и суродившим мир от фашизма. Почти в память героев Великой Отечественной участники заседания вернулись к повестке. Основные вопросы – оказание финансовой поддержки предприятию «Пасавто», передача автобусов образовательным организациям и ремонт муниципальных дорог. С приходом оттепели последняя тема особенно волнует многих нефтьюганцев. Все необходимые подтверждающие документы направлены в правительство округа. В мае месяце ожидается поступление необходимых денежных средств для реализации ремонта дорог. В целом могу сказать, что вопросы у нас все идут плановые, то есть работа Думы продолжается в плановом режиме. Еще одна важная тема – строительство детских и спортивных площадок. Отметим, в этом году в городе планируют возвести пять новых игровых комплексов под открытым небом. В частности, они появятся в 13, 2 и 3 микрорайонах. В ходе заседания депутаты обратили особое внимание на содержание уже имеющихся в нефтьюганске горок, качелей и воркаут-зон. Нам необходимо разработать методику паспортизации площадок, чтобы они были безопасной площадки, чтобы было ответственность за эти площадки, пока в городе этого нет. Вполне возможно, если какой-то элемент детской площадки был сломан, его просто демонтировали, чтобы дети не пострадали. Депутаты подвели и предварительные итоги расселения оболочников. Так, жильцы 39 таких строений уже получили новое комфортное жилье. Еще шесть вагончиков будут расселены и переданы под снос до конца года. Елена Волкова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Стартовала европейская неделя иммунизации. Она продлится до 2 мая. Медики в очередной раз напоминают, что здоровьем важно заниматься регулярно и вспоминать о профилактике и защите организма не только в календарные даты. Иммунизация населения, как и плановая диспансеризация, очень важна в наше время. Пандемия преподнесла хороший урок. Отчасти благодаря ей многие стали понимать, что своевременная забота о здоровье, укрепление и защита организма сейчас как никогда актуальны. Оказаться на больничной койке не хочется никому. А теперь вот и наступила эра вирусов. Эра того, с чем на сегодняшний день медицинская общественность может бороться, в основном профилактически изобретая вакцины, чтобы заранее предупредить, заранее спрофилактировать само заболевание. Ежегодно неизменны вакцинации календарного плана, а также сезонные. Сейчас, например, актуальны прививки от клещевого энцефалита и продолжается иммунизация от коронавируса. Вакцинация от COVID-19 началась еще в конце прошлого года. Тогда прививали группы риска. Сейчас вакцинируют всех, но в приоритете люди пожилого возраста. Основная масса людей понимает необходимость вакцинации. И мы сейчас видим очень активное наше население. Очень много людей, особенно старшего поколения, приходят с желанием вакцинироваться. Сейчас у нас пришла вакцина в достаточном количестве. Мы приглашаем. У нас был лист ожидания. На сегодняшний момент лист ожидания у нас уже весь практически закончился. Всех пациентов из листа ожидания мы пригласили и вакцинировали. На данный момент вакцинация от коронавирусной инфекции проводится во взрослой поликлинике номер 2 в 16-м микрорайоне. Здесь работают сразу четыре кабинета. А вот прививки от других заболеваний ставят в первой поликлинике. Потоки разделили для удобства пациентов. Мария Сераева, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Непростой выбор среди 50 творческих номеров. Завершился первый онлайн-конкурс эстрадной хореографии «Юганская весна». Он прошел в рамках городского фестиваля «Созвездие юных талантов». Центр дополнительного образования «Поиск» подвел итоги. В этом году было решено расширить рамки традиционного югорского хоровода «Дружба», конкурса народных танцев и провести «Юганскую весну» в номинациях «Уличный танец», «Современная хореография» и «Астрада». Добавились еще и формы работы балетмейстеров. Это малые формы соло. Очень было интересно, так как количество участников увеличилось. Молодых руководителей у нас очень много появилось в городе, новых молодых ансамблей очень много. И возрастные рамки тоже расширились. Гран-при в номинации «Современный танец» вручили ансамблю «Первый школы стиль» под руководством Елены Степанович. Коллектив представил на конкурс два танца. Первый – хористы, поставленный по одноименному фильму о трудных подростках, чьей жизни изменила музыка. Второй – белая история о любви. Гордость за то, что мы такие молодцы, достигли каких-то высот и так далее. Я рада то, что мы молодцы. Для меня этот гран-при значит, что наша группа, она очень талантливая, я чувствую за нее гордость. Еще один гран-при, но уже в номинации «Уличные танцы» взял еще совсем молодой ансамбль «Скитлскрю» от Дома детского творчества под руководством Регины Забаровой. Они также отправили на конкурс два номера. Это зимний танец «Холод», а также «Простеляк». Мы смогли принять участие в этом конкурсе и занять такое место. Мне очень приятно, что мы такие старательные ребята, и у нас получилось это сделать. Жюри смотрели на соответствие костюмов музыки, мастерство и эмоции танцоров. Все конкурсанты проделали большую и кропотливую работу, которую через экран было непросто оценивать. Некоторые номера пришлось пересматривать. Другая совсем подача, да, и мы слышим совсем другую, когда и музыку, произведение слушаем совсем иначе. А когда смотрим хореографию исполнения, конечно, сложно. То есть приходится сосредоточиться на том исполнителе или на том исполнителе коллектива, чтобы увидеть общую картинку пространства, которое дети, что хотели донести. Также награду получили руководители ансамблей победителей. Благодарственные письма Департамента образования и молодежной политики. Алина Ширна, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Пока это вся информация. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.